Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременна дождь-гроза, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-22, в горах местами до плюс 16, в днём плюс 32-37. В горах местами до плюс 28 тепла. В южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20-22, в днём плюс 33-35 градусов. Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Слова из песни Высоцкого сейчас кстати, потому что россияне, да и не только, выбирают отдых внутри страны. Своей красотой привлекает и озеро Каракёль, одно из достопримечательностей Тиберды. Расположено оно прямо у федеральной дороги и является излюбленным местом туристов. Озеро овеяное различными легендами. Алла Динаева расскажет подробнее. В самом центре Тиберды прямо у дороги находится и восхищает красотой прекрасное озеро Каракёль, любимое многими и покорившее моё сердце. У вас хороший вкус на природные объекты. Это озеро моренного происхождения. Некогда здесь был ледник. В ледниковый период здесь был ледник. И в результате динамических процессов, которые происходили в этом леднике, образовалась морена. Морена находится на западной стороне озера, подпрудная морена. И вот в этой воронке сохранилось озеро, озеро Каракёль. Прекрасное озеро по всему периметру окружено горами, а в его прозрачной воде отражается природная красота Тиберды. Озеро Каракёль – одно из прекраснейших природных объектов Карачаева-Черкесии и Тибердинском заповеднике. О нём слагают сказки, рассказывают легенды. Некоторые утверждают, что у него двойное дно. Другие рассказывают, что в глубине озера есть пещера. Согласна, каждая уважающая себя достопримечательность должна иметь вокруг себя много загадок. Но некоторые мифы мы сегодня развеем. Карачаево-Черкесское отделение Русского географического общества совместно с сотрудниками научно-исследовательской лаборатории геоэкологического мониторинга Кучегу исследовали озеро и теперь точно знают и могут рассказать о Каракёле всё. Сканировали его эхолотом, промерили глубину. Нигде никаких пещер мы не обнаружили. Не было здесь пещер. Но были обнаружены родники, которые бьют из-под земли. Особенно ближе сюда, где труба, из которой выходит вода, пополняющая озеро. Вот там самое глубокое место, где-то 12-14 метров, не больше. Хотя раньше нам говорили, что здесь 18-19 метров. И эти подводные родники очень холодные и сильно меняют температуру воды в озере. И она не успевает перемешиваться. И вода в Каракёле из-за этого имеет разный температурный режим, рассказывает доктор географических наук Вячеслав Онищенко. Всегда это тёплое стремится к холодной воде. Холодное вытесняет тёплую наверх. Поэтому вот эта турбулентность воды, она создаёт разные температурные режимы воды. Днём вода в западной части озера может нагреваться до 18-20 градусов. А ночью в восточной части может опускаться до 3-4 градусов. А название Каракёль с карачаевского переводится как «Чёрное озеро». Воды снежников, которые приносятся с вершины к вершине и микропонижение к вершине к Кельбаши. Поэтому она называется Каракёль, то есть «Чёрное озеро». Озеро над Чёрной горой. С одной стороны озеро примыкает к западному склону, покрытому хвойными лесами, которые обогащают воздух, и примыкающее воздушное пространство озера насыщают фитонцидами. Поэтому этот участок оздоровительный. А вот и неожиданный для нас обитатель озера Черепаха. Греясь на солнышке, она накапливала тепло в свой панцирь и позировала в нашей видеокамере. Но когда мы решили подойти ещё ближе, сползла в воду и уплыла в своё подводное царство. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия, Тиберда. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Муратом Джанкёзовым. Удачного дня и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok